С праздниками и в этот прекрасный вечер выходного дня мы с вами сегодня будем говорить о том, как понять, что подросток заболевает анорексией и как мы можем ему помочь. Это очень болезненная и для меня особо значимая тема, особенно сейчас. Я буквально вот сегодня ночью вернулась из Чебоксар, где проходил семинар по расстройствам пселоповедения и собрались люди, собрались подростки, которые болеют, страдают, но совершенно не знают, куда обратиться и как вообще выглядит профессиональная помощь человеку, который заболел анорексией. Поэтому в первой части лекции я немножко расскажу о том, что это за заболевание и какие есть угрозы и риски, и потом скажу о том, как мы можем помогать, хотя, конечно, до сих пор профессиональная помощь таким людям в России организовано достаточно плохо. Если мы говорим еще про центр, про Москву, про Санкт-Петербург, там можно найти специалистов, если мы говорим про регионы, конечно, там все гораздо сложнее. Итак, анорексия – это расстройство пищевого поведения, которое характеризуется сверхценной идеей про снижение веса, да, то есть возникает идея о том, что я вешу слишком много, я слишком толстый, я слишком некрасивый, и начинает прикладываться большое количество усилий человеком для того, чтобы снизить вес. Причем самая грустная и опасная история заключается в том, что там нет конечной точки, то есть человек будет снижать вес, пока он снижается, да, и поэтому в ряде случаев, на самом деле по такой неофициальной статистике в России, примерно 30% заболевших умирают. Они умирают или от истощения, или от каких-то присоединенных проблем, например, отказывают почки или развивается форма туберкулеза, да, то есть здесь мы имеем дело с очень опасным расстройством, которое обладает очень высокой летальностью. Вообще, если говорить про анорексию, из психиатрических заболеваний это заболевание самой высокой смертности. И почему мы говорим о том, что это подростки? Потому что наиболее часто заболевают именно подростки, то есть дебют заболевания – это 11, 12, 13 лет. В связи с тем, что мы видим, что у нас идет акселерация, половое созревание наступает раньше, чем, скажем, 100 лет назад, то и анорексия, начало, дебют анорексии тоже потихонечку сдвигается, и сейчас уже далеко не редкость для специалиста увидеть 9-летнего, например, ребенка, который вот только-только вступил в пубертат уже с симптомами анорексии. И о чем же мы говорим? Мы говорим о том, что анорексия – это комплексное расстройство, которое имеет целый ряд факторов для своего возникновения. Во-первых, анорексия имеет генетический компонент. Это не значит, что есть ген заболевания, что есть ген, который передает анорексию из поколения в поколение. Но есть участок на 13-й хромосоме, который сцеплен с очень таким специфическим переживанием чувства голода. Для большинства из нас чувство голода неприятно. Когда мы голодны, нам это не нравится, у нас неприятные ощущения в животе, у кого-то болит голова, и, в общем-то, вся наша деятельность начинает сосредотачиваться на том, чтобы найти пищу. Развивается такое поисковое поведение. Но есть люди, их порядка 10% от общей популяции, для которых чувство голода сопровождается довольно приятными ощущениями. Они чувствуют бодрость, подъем, такую легкость и активность. И эволюционно это имело очень большое значение, поскольку именно эти люди спасали племена в голодное время. Если все племя человеческое после неудачной охоты лежит и умирает от голода, то остается еще порядка 10% людей, которые могут бегать, искать мамонтов и очень активно себя чувствовать. И вот этот компонент, вот этот фактор, он как раз-таки и закладывает основу для такой устойчивой и целеустремленной деятельности по снижению веса. Потому что на самом деле, если такого компонента нет, то, скорее всего, заболевший человек, человек вот именно севший на диету, не заболевший, а севший на диету, он через какое-то время поймет, что ну как-то это все очень тяжело, сорвется, будет качаться на вот этих вот качелях, может быть, уйдет в булимию, но не заболеет анорексией. А если есть такой генетический компонент? Если есть еще определенные личностные характеристики, люди с анорексией, у них есть определенный личностный профиль, они достаточно часто проявляют много перфекционизма, они очень целеустремленные. Среди, кстати, заболевших достаточно много спортсменов и спортсменок, то есть это определенный такой склад характера. Плюс иногда мы наблюдаем определенное семейное влияние, например, когда девочка, потому что девочки чаще заболевают анорексией, и девочек где-то 85-90%, а мальчики берут себе оставшиеся 10-15%. Девочка, например, растет в семье, где очень доминирующая, строгая, структурирующая мама. И эта мама, она очень болезненно переживает такой вот процесс взросления девочки. И девочка бессознательно, она как бы ощущает вот эту вот опасность того, что становиться взрослой, становиться женщиной, приобретать женские формы, да, грудь, бедра, все, что начинает развиваться в пубертат, это не очень-то хорошо, да, и это не очень-то опасно, не очень безопасно, и поэтому появляется такая вот тенденция к тому, чтобы это тело перестало расти. И одним из симптомов при анорексии мы видим исчезновение месячных, что с точки зрения особенно психоаналитически ориентированных специалистов, как раз-таки является метафорой прекращения взросления. Я возвращаюсь в свое детское состояние, да, я больше не хочу становиться женщиной. Иногда даже мы видим такие истории, что физиологическое взросление, да, вот это вот телесные изменения, они опережают психологически. И психологически у нас девочка еще совсем девочка, она ребенок, и она оказывается в теле женщины, да, которая обладает всеми такими женскими признаками. Это вызывает ужас, это вызывает очень тяжелое переживание, нежелание с этим как-то сталкиваться. И в том числе поэтому, да, это бессознательно толкает подростка на то, чтобы сесть на диету и вообще перестать есть. Ну и, конечно, мы можем очень долго говорить о самых разных признаках анорексии, да, их там действительно много, там много симптоматики. Но одним из очень важных моментов является наличие дисморфофобии, наличие такого очень острого переживания собственной уродливости или уродливости каких-то отдельных частей своего тела, например, бедер, да, или груди. И вот это вот острое переживание того, что я настолько отвратительна, что меня нельзя любить, когда оно сцепляется с идеей. Но если я похудею и стану вот как бы стройной, изящной, стану соответствовать стандартам и нормам, то тогда меня полюбят. Вот это та самая ужасная токсическая связь, да, которая и начинает затягивать подростка вот в эту вот паутину голода. Итак, что мы можем увидеть увидеть на первых, самых первых этапах, да, когда у нас, если мы говорим о том, что у нас есть подросток, да, и как родители часто спрашивают меня, как же все-таки понять, да, как, может быть, предотвратить или помочь, если расстройство уже началось. Мы будем говорить о том, что очень часто такие подростки проявляют такой сверхценный интерес к еде. Они начинают готовить на всю семью, находить какие-то рецепты интересные, да, делать какие-то вот прямо застолья, и еда начинает становиться такой вот основной идеей, основной темой. При этом очень часто мы будем видеть следующее. Подросток готовит, да, там сделал какие-то там супер-пупер блюда и сказал, а я поем в комнате у себя. Забрала себе на тарелку и ушла, да, а там под окнами уже стая собак, которая знает, что в семь вечера из этих окон полетит еда и можно будет поужинать. И поэтому очень многие, ну, чаще всего обращаются мамы, да, они говорят, что я даже не могла заподозрить, что там что-то происходит, потому что я знаю, что при анорексии не едят, а она же так активно готовила для нас. И как будто бы она сама ела, хотя на самом деле при этом девочка не ест, да. И вот это вот такая очень важная история. Появляется очень сильная фиксация на том, что мы называем здоровой пищей, да, это еще одно очень большое заблуждение людей про то, что пищу там можно поделить на правильную, неправильную, здоровую, нездоровую, но это становится тоже такой важной темой. Появляется идея счета калорий, появляются определенные изменения в пищевых пристрастиях, да. Подросток, например, начинает отказываться от хлеба, от масла, от чего-то, что содержит жир или углеводы, старается употреблять в пищу еду, которая там приготовлена паровым способом. То есть мы видим определенные изменения, которые опять-таки очень часто мамы говорят о том, что, ну, как бы ничего страшного, жареное-то оно же в принципе вредно, да, ну, вот нравятся там девочки паровые котлеты, ничего в этом плохого нет. Но на самом деле, если это становится такой фиксацией, да, если это становится идеей, то это может быть как раз-таки симптомом разворачивающегося расстройства. Мы видим появление такой идеи про взвешивание. Очень часто подросток просит купить весы, и может быть даже не одни, да. Мы можем замечать то, что подросток взвешивается несколько раз, вот эти вот появляются такие последовательности. Сначала взвеситься утром, потом пойти в туалет, потом попить стакан воды, да, потом еще раз взвеситься. И идея взвешивания, она может становиться все интенсивнее и интенсивнее. Например, при поездке в отпуск подросток просит взять с собой весы, потому что там не будет в отеле, да, и как-то нужно это, как-то нужно же это использовать, да, нужно же взвешиваться, мало ли сколько я наберу на отдыхе. У большого количества заболевших наблюдается самоповреждающее поведение. Это сложно заметить, потому что, конечно, подросток, у которого внутри бушуют вот эти вот все истории, старается максимально спрятать. Но мы можем видеть косвенно, да, что появляется, например, большое количество одежды с очень длинными рукавами, которые прикрывают кисти аж до середины, потому что, возможно, под этими рукавами есть порезы. И порезы наносятся на руки, на бедра, на грудь. Это все тоже сопровождает течение анорексии. А косвенным признаком мы можем видеть появление, например, стремление к татуировкам, да, иногда это тоже бывает таким проявлением самоповреждающего поведения. То есть в совокупности мы видим, что подросток меняется, он становится более закрытым, у него появляется тенденция есть где-то отдельно, появляются различные отмазки, да, то, что мы называем «я поем в комнате», «я поем потом», «пасибо, я поел в школе». Появляются изменения в поведении вот такого вот характера, возможно, появление действительно каких-то там порезов или ожогов от сигарет, например, да, и подросток говорит о том, что это получилось случайно. И, конечно, мы постепенно будем наблюдать снижение веса, да, и мы будем наблюдать еще и фиксацию на взвешивании. Вот. Если говорить про основные моменты, связанные с лечением анорексии, самая главная вещь, которую нужно понимать, анорексия не проходит сама. И в любом случае заболевшему нужна профессиональная помощь. И в любом случае невозможно просто взять себя в руки и начать есть, это не происходит. Более того, когда уже анорексия развивается, любое изменение веса и любая констатация изменения веса в большую сторону вызывает еще более сильный откат, да, то есть если подросток там начал выравниваться, да, чуть-чуть набрал вес, и тут кто-то ему сказал о том, что «о, ты здорово выглядишь, щечки округлились, мы можем получить такой страшнейший откат назад». И самая главная история, которую нужно понимать, когда мы говорим про лечение анорексии, это заболевание, где цель человека, который заболел, и цель специалиста, который хочет помочь, диаметрально противоположные. Для нас важно, чтобы человек набирал вес и возвращался, да, к своему нормальному состоянию, а для человека с анорексией это является самым страшным кошмаром, да, и попробуйте представить, что, ну, у вас наверняка, у каждого из вас есть какой-то ужас, которого вы боитесь, да, там, чем-то заболеть или там потерять какую-то часть тела или потерять какого-то близкого человека, и вы приходите к врачу, а врач вам говорит, что вам нужно прийти именно к этому, да, вот в течение нашего лечения мы будем постепенно идти к тому, что вы там, что у вас там отрежут ногу, да, и для человека с анорексией это звучит именно так. Его самый ужасный, самый громадный страх – это набрать вес, и все вокруг него, в том числе команда, которая хочет ему помочь, фиксированы именно на этом. И поэтому при лечении анорексии по западным протоколам мы видим очень четкое разграничение ролей. Там есть очень большая команда, обязательно там должен быть врач-психиатр, клинический психолог, потому что очень часто при анорексии есть еще какие-то сопутствующие истории, например, депрессия, да, там должен быть психолог, который умеет работать с расстройствами пищевого поведения. Там должен быть специально обученный врач-терапевт, который умеет производить процедуру слепого взвешивания, потому что нам нужно взвешивать пациента, да, но при этом, если человек видит цифры на весах, и они увеличились, мы будем получать опять откат назад, да, снова отказ от еды. И там специально обученный медперсонал, да, который ни глазом, ни ухом не ведет и ничего не показывает, да, на лице, наблюдая какие-то изменения. И самый важный момент – это то, что когда мы говорим про лечение тяжелой анорексии, да, когда мы говорим там про процедуры зондового кормления, когда через нос вставляется трубка и кормят насильно, нам нужно понимать, что нам на противоположную, на другую чашу весов нужно положить огромное количество поддержки, потому что при анорексии мы видим совершенно ужасающее вот это переживание своего образа тела, очень большое количество ненависти, направленной к себе, и вот эти вот болезненные процедуры, которые лишают человека контроля, они приводят к ухудшению его психологического состояния, да, то есть снова мы встречаемся вот с этим вот парадоксом, когда улучшение физического состояния, например, там, кормления, приводит к ухудшению психологического состояния человека, это всегда надо понимать, да, это всегда нужно учитывать, и нужно максимально постараться дать ему поддержки, сопровождающей психотерапии для того, чтобы, ну, хоть как-то это уравновесить. Грустная история состоит в том, что в России практически нет стационаров, куда можно госпитализировать человека с анорексией и рассчитывать на грамотную психологическую помощь. Очень часто в психиатрических отделениях до сих пор некоторое количество психиатров рассматривают анорексию как симптом шизофрении и лечат исключительно нейролептиками, хотя это совершенно другое, по сути, заболевание, да, требующее совершенно другого подхода. Обязательно при лечении анорексии используется семейная терапия, и это тоже такая очень большая проблема в нашей стране, потому что для родителей обычная ситуация выглядит следующим образом. У меня заболел ребенок, со мной все в порядке, да, там с нами, с семьей все в порядке, просто у нас заболел ребенок, давайте вы лечите его. Но на самом деле история в том, что там необходима семейная психотерапия, потому что выстраивание вот этих поддерживающих отношений, оно должно быть и в семье, да, и мы обучаем родителей тому, как им говорить с ребенком, мы обучаем родителей не давить на него, да, не говорить каждый раз, что, господи, посмотри на себя, какая ты страшная, когда ты наконец начнешь есть, потому что это то, что ведет к прямо противоположным результатам. там обязательно нужен врач-терапевт, который будет наблюдать за тем, как происходят изменения в организме физиологические, да, и, соответственно, там стараться назначать какие-то коррекционные процедуры. То есть здесь это очень такое многокомпонентное заболевание, многофакторное, которое требует очень внимательного подхода. В целом, по приблизительной, опять-таки, это очень примерная статистика, потому что у нас в России она практически не ведется, мы можем говорить о том, что у нас есть три группы пациентов. Примерно 30% это те, кто заболел очень тяжело, те, кто нуждаются в госпитализации, при том, что госпитализация, на самом деле, по исследованиям ухудшает состояние таких больных, и те, кто действительно находятся в очень большой зоне риска именно летального исхода, они могут умереть от истощения. Примерно 30% справляются без госпитализации амбулаторно, но в контакте с психиатром, с назначением психофармакологических препаратов, ну и, соответственно, с психологом, который идет в психотерапию. И примерно 30% это люди, которые находятся в такой легкой форме, и которые все-таки могут при поддержке только психолога выйти на более здоровый уровень отношений с собственным телом. И если мы говорим про тех, кто заболел тяжело, кто действительно находится на границе между жизнью и смертью, многие из них, даже выживая, все равно на долгое время сохраняют очень специфические отношения с едой. И это тоже то, что мы обязательно учитываем, и то, что мы обсуждаем с клиентом, что вы можете сейчас выправиться, вы можете действительно как-то обрести устойчивость, перестать настолько уничижительно относиться к себе и начать есть. Но если вдруг в вашей жизни происходят какие-то стрессовые ситуации, у нас они у всех бывают, потому что это жизнь, и вдруг происходит что-то и сразу уходят из жизни родители, одновременно наступает развод или сокращение на работе. В ситуации высокого стресса вполне возможен откат назад, и, как я говорю, демоны могут снова поднять голову, и человек может снова выбросить то, что он перестает есть, начинает очень внимательно относиться к тому, сколько он весит, начинает видеть в себе всяческие признаки уродства. И это тоже то, что важно понимать, и важно доносить, что даже если вы сейчас стабилизировались, имейте в виду, что это есть такая особенность. Если будет какой-то серьезный стресс, откат возможен, и в этом случае нужно срочно обращаться обратно за помощью, потому что срывы бывают, когда становится очень тяжело. Это в целом вот такая вот краткая, совсем краткая история про то, что происходит с подростком, когда он заболевает, и я буду рада услышать ваши вопросы для того, чтобы на них ответить. Пишите в чат, я их вижу. Коллеги, прошу прощения, не сказал вам с самого начала, значок чата находится либо внизу, если вы отпустите мышку, если вы на компьютере смотрите, либо наверху, если вы смотрите на планшете или на мобильном устройстве, там нужно провести пальцы. Спасибо. Расскажите о западных протоколах лечения анорексии. Вы знаете, они по сути различаются в зависимости от подхода, потому что у нас здесь главенствующую роль играют направления, связанные с когнитивно-бихевиоральным подходом, с третьей волной. Это диалектика-бихевиоральная терапия, это терапия принятия ответственности. Вот если говорить про терапию принятия ответственности, там очень большой фокус идет именно на работе с переживанием образа тела. То есть мы работаем на осознавание этого образа тела, на принятие его, на то, чтобы выдерживать все эти переживания, которые бушуют там в душе у человека. То есть там есть идея, связанная с тем, что у нас возникают эмоции, у нас возникают мысли, и мы можем наблюдать за ними, не включаясь в то, что вот я пойду за этой мыслью, какая я, какая я страшная и жирная. Вот, но в целом это такая очень развернутая история, и, конечно, я буду об этом подробно говорить на большом двухдневном семинаре, вот, но в целом там есть своя специфика. Интересует вектор работы с родителями. Смотрите, самым главным моментом в работе с родителями является исключением оценочности, да, то есть вот мы с вами, в принципе, все выросли в такой очень оценочной среде, и для нас, для многих, является абсолютно нормальным комментарий относительно тела, да, относительно внешности других людей. Хотя на самом деле именно для людей с анорексией это очень болезненный момент, они ищут вот этой оценки, и нам важно в семейной терапии помочь родителям научиться с ними говорить по-другому, да, то есть там тема тела, она не должна затрагиваться, в принципе, и все истории про то, какая ты худая, да, или ты и так нормальная, или там вот зачем ты все это придумала, да, посмотри, как ты сейчас выглядишь, она, в принципе, должна быть исключена. И в семейной терапии идет работа на то, чтобы научить членов семьи поддерживать человека и принимать то, что он болен, потому что, опять-таки, для многих людей, особенно для родителей, это выглядит как какая-то очень странная блажь, да, ребенок сел на диету, зачем-то непонятно, у него и так все нормально, да, и как бы чего он тут придумывает. И вот понимание того, что он не придумывает, и если бы он мог, он бы перестал это делать, да, и поддержка вот в этом – это такой очень важный вектор. Можно ли совсем вылечить анорексию? Это зависит от формы. Если это был легкий вариант, да, то вполне мы можем прийти к тому, что у человека он разберется с отношениями с едой, со своим собственным образом тела и будет жить хорошо. А если мы говорим про какие-то тяжелые формы, сейчас, например, на Западе обсуждается такое расстройство, как булиморексия, да, то есть такое сочетание булимии и анорексии идет речь о том, чтобы включать его уже в следующие редакции, там, диагностического руководства по психическим расстройствам, да, ДСМ-5, то, что сейчас, потому что, ну, часть пациентов выходит в такую контролируемую анорексию. Они уже больше не морят себя голодом, не доходят до 35 килограмм, но они на всю жизнь сохраняют вот эту вот чувствительность, да, и очень высокую внимательность к своему телу и такую фиксацию на весе, на калориях, на там том, что проглядывают косточки, да, вот это такая тоже важная история. Как лучше мотивировать подростка-мальчика согласиться на предложение посетить психолога? Я всегда стараюсь делать фокус не на том, что ты какой-то неправильный, да, а на том, что, похоже, тебе как-то тяжело. Психолог — это тот специалист, который не будет оценивать, заставлять что-то делать, да, или, там, давать какую-то ненужную обратную связь. Это психолог, это специалист, который помогает разобраться с тем, что внутри плохо. И вот я бы говорила о том, что, ты знаешь, вот у меня есть ощущение, что ты очень сильно переживаешь, да, у тебя есть какие-то, возможно, внутренние истории, которыми ты, там, не хочешь делиться со мной, как с мамой, но я очень, правда, хочу тебе помочь, поэтому, может быть, там, давай попробуем обратиться к специалисту, который именно работает с тем, что тебе плохо, да, он помогает, когда плохо. Отказ от пищи и недовольство собой подростка без навязчивого контроля веса относится ли к анорексии? Смотрите, Анна, здесь какая история. В принципе, отказ от пищи, да, является одним из очень важных симптомов. А навязчивый контроль веса мы можем не замечать, то есть подросток тайком взвешивается, тайком себя обмеряет, да, и как-то там делает это тихонечко от родителей, но вот идея, как бы, отказа от пищи плюс искажение образа собственного тела, я толстый, да, я воспринимаюсь как толстый, это симптоматика аноректическая. Является ли пищевым нарушением, если трех с половиной лет ребенок не ест горячую, теплую пищу, питается только молоком и сладостями? Вы знаете, вот история про маленьких детей, она у нас совсем не укладывается в рамки этой лекции, то есть здесь мы точно говорим о том, что это не анорексия, да, потому что ребенок ест. Но что происходит с ребенком и почему он ест только такую пищу, это, конечно, лучше здесь обсудить с психологом, и с кем работать будет понятно после комплексного приема у психолога, потому что, ну, условно говоря, у нас может быть ребенок, который страдает пищевой фобией, да, он когда-то там подавился или у него болело горло, да, ему было неприятно есть эту пищу, и у него произошла фиксация, и теперь он от нее отказывается, да. А может быть история про родителей, которые тоже каким-то образом там воздействуют на ребенка, то есть здесь лучше всем вместе, всей семьей обратиться к специалисту, который специализируется на расстройствах пищевого поведения у детей, и обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Есть ли еще вопросы? А если подросток ограничивает себя в пище, но временами ее сникерс является ли это булиморексией? Очень сложно ставить диагнозы по монитору, да, не видя человека и как-то не пообщавшись с ним, потому что здесь необходимо понять содержание того, зачем человек это делает, да, то есть в любом случае, когда мы с вами видим какую-то внешнюю симптоматику, нам важно понять, а что стоит за этим, из каких переживаний человек это делает, потому что если вернуться к анорексии, да, мы можем видеть историю про отказ от пищи, да, человек отказывается от пищи, но при этом он болеет не анорексией, а действительно болеет шизофренией, и у него ядро бреда про то, что там пища отравлена, или внутри меня там живут черви, и я не буду их кормить, и тогда это будет не анорексией. Поэтому вот эти внешние признаки того, что человек отказывается от пищи, или у него там какая-то навязчивая деятельность там в спортивном зале, да, он как-то истязается от тренировками, или ест сникерсы, или не ест сникерсы. Это всего лишь внешние симптомы. Нам важно понимать, что творится внутри у такого человека, зачем он это делает, да, исходя из каких своих переживаний. Если родители не хотят принимать участие в терапии, возможно ли работать только с подростком? Ну, в принципе, она возможна, конечно, но нужно понимать, что она будет менее эффективна, потому что все равно это симптом, который раскрывается в рамках семейной системы, и необходима работа со всей. Но если у нас нет варианта, да, и есть только подросток, то это будет лучше, чем ничего в любом случае. Может ли то иное поведение влиять на ухудшение или улучшение состояния подростка? Конечно, может, но здесь важно понимать, что у нас вот за этим вопросом очень легко услышать обвинение, да, мама вела себя как-то не так, и у подростка развилась анорексия. Нет. Анорексия – это заболевание, у которого есть много разных факторов. Поэтому, собственно говоря, если мы говорим о поддержке, конечно, человеку с расстройством пищевого поведения, да, в принципе, человеку с любым расстройством, важна поддержка близких. Если она есть, это оказывает улучшение, это хорошо сказывается на его состоянии, да, наступает улучшение. Если человек находится в какой-то токсической среде, где его все время обесценивают, оскорбляют и унижают, у него будут ухудшаться симптомы. Панические атаки и анорексия, есть ли какая-то взаимосвязь? В западной терапии обсуждается сейчас такое понятие, как fat attacks. Ну, дословно, это такие жирные атаки, не очень корректный перевод, но это как раз история про то, что как бы паническая атака, да, но с содержанием того, что, боже, я толстею на глазах, сейчас на мне лопнет одежда, у меня все свисает, да, то есть это развивается именно приступообразно, как паническая атака, и действительно это такое очень тяжелое состояние, но ядром, вот, содержанием является вот это вот переживание того, что я разрастаюсь, да, сейчас я лопну, и у меня треснет одежда. Вот, и это достаточно часто наблюдается у людей с расстройством пищевого поведения. Куда можно обратиться по поводлечению анорексии в Санкт-Петербурге? Вы знаете, я знаю психиатра, его зовут Влад Бухтаяров, он работает в Петербурге, и он занимается расстройством пищевого поведения, можно попробовать с ним. Так, сейчас, может быть, эффект заражения. Вот здесь вот про заражение идеи дисморфофобии очень сложно говорить, поскольку, ну, мы не можем посчитать точный вклад. Да, конечно, когда постоянно льется, там, из СМИ и от близких про то, как надо идеально выглядеть, это ухудшает состояние человека, у которого уже есть предрасположенность. Но вот прям заразиться как гриппом точно нельзя. Девочка 16 лет вызывает после дырвоту. Ну, опять-таки, да, это может быть симптом булимии, это может быть симптом анорексии, да, очистительной. Поэтому здесь можно, ну, нужно обращаться к специалисту и смотреть все остальное, потому что по одному симптому невозможно поставить никакой диагноз. Анорексия невротического и психотического уровня это такое очень, не совсем корректное, как бы я сказала, понимание. Ну, в целом, смотрите, мы можем видеть, да, там, уже при большом стаже заболевания, при серьезных проявлениях, мы можем видеть такой вот уже бредовой компонент, когда девочки, например, перестают мыться, потому что вода всосется, и это будет, ну, там, вес увеличится, да, или я не буду мазаться кремом, потому что он содержит жир, и этот жир увеличит мой жир, да, то есть вот такие вот уже бредовые состояния могут быть. Какую литературу можно почитать на тему вызывания рвоты после еды? Вы знаете, но, к сожалению, на русском языке про булимию я не видела каких-то таких полноценных работ. Я думаю, что можно посмотреть научные статьи, но в целом обычно любой базовый учебник на английском языке про eating disorders, да, расстройство пищевого поведения, но он будет вполне адекватно описывать булимию и основные признаки. Ну что, спасибо, что в этот вечер выходного дня вы были со мной, не оставили меня здесь в одиночестве, задавали вопросы. Буду рада видеть всех на семинаре 15-16 ноября про расстройство пищевого поведения у детей, где мы будем очень подробно говорить о том, какие именно расстройства, на каких этапах развития могут возникать и что специалисты могут с этим делать. Я всем желаю прекрасного вечера и до свидания. Наталья, спасибо за лекцию. Коллеги, спасибо вам. Мы ждем вас на следующих лекциях. Обязательно следите за нашими новостями в паблике в Фейсбуке, и мы вас будем информировать. Спасибо. Спасибо, Наталья, еще раз. Спасибо. До свидания.